Всем привет, кошечки, зайчики, девочки и мальчики. С вами я, Ангелина. Всех приветствую. Привет, мои дорогие. У меня сегодня мукбанг. Опять я маленько пропала. Я потом все расскажу, что происходило. Некогда было совершенно снимать. Отмечали большую покупку, мы сделали. Потом расскажу, какую. Вот. И потом праздник был. В общем, тут еще по врачам сейчас сыном моталось. В общем, короче, всего потихоньку расскажу. Сегодня у меня гречка по-купечески с мясом. На мукбанг со свининкой. Сделала салат со сметаной, лук, огурцы, помидоры домашние. Еще вот еще продают у нас пока помидоры. Ну, уже холодно. Уже, знаете, подоконниковые такие помидоры. В общем, сметанка, потому что масло уже надоело. Уже в печенках мне это масло. Давайте сейчас размешаем. Салатик. Прям захотелось мне со сметаной. А так все лето, знаете, ели с маслом, с домашним салатом. Прям уже вот тут оно стоит. Это масло. Как гора у меня тут, е-мое. Не знаю, как размешать. Как-нибудь, в общем, так. Ладно, пойдет. Еще хлебушек у меня обязательно хлеб. Хлеб. И понравился. Покупал я сыр в светофоре. Ну, он дешевый. Блин, я не помню. Что-то то ли даже, по-моему, 47 рублей. Я не знаю. Написано плавленый, но больше он похож на творожный. С жареными грибами. Вот такой вот. Сыр я его почти все съела. Надо мне это еще покупать. Я тут приболела. Я простыла. Сейчас намажу сурок. Простыла. Нежданно-негаданно то сопли были. Вчера утром... Ну, погода же у нас прохладно уже тоже, как и у всех. Утром проснулась. Горло красное. Вообще... Глотать больно. Прямо вот красное горло. Что-то давненько у меня не болело горло. Обычно насморк там и все. В общем, не могла вчера вообще глотать. Вот сейчас даже разговариваю. У меня такой голос, конечно, немножко. Ну, давай сразу брызгать всякими этими препаратами. В общем, как осень... Начинаются... Сопли, простуды повылазили. Мой салатик. Вот со сметаной люблю, а с майонезом не очень. В общем, брызгала в горло, брызгала. Потом мужу говорю... Вспомнила я. У меня как тангина давно была. И... Вылечила я ее это... Настойкой. Да, холодно. Ну, короче, в башкире есть... Настойка такая. Агидель называется. Сейчас покажу. Она на травах. Вот такая. Агидель. Тут состав вообще... Тут столько трав, короче. Всяких почек. Всяких... Ну, очень много вообще. Самое оно... Считается... Вот эта настойка, вот этот бальзам. Бальзам даже не настойка, а бальзам. Самое лучшее... Вообще... Даже вот кто приезжает... В башкире всегда покупают... Очень лечебное. Там в кофе можно добавлять. И вот. Вчера выпила. Где-то рюмки три. И все. Сегодня встала. У меня горло. Мне глотать нормально. У меня уже это легче. Голос еще такой. Ну, конечно, брызги, лекарства. В общем, тяпнула настойки. Красота. Какая у кого погода, пишите. У нас... Вообще мрак такой на улице. Темень. Какой-то кошмар. Сейчас ходила к маме, пришла... Ну, уколы ей прописали. У нее что-то, вы знаете, сейчас... То ли осень у всех обострение же... Начинается всяких болезней. У мамы вчера сердце что-то она ходила... Ну, прихватила, она ходила к врачу. Кардиологу назначили капельницы, ей уколы. Ходила, ей укол делала. Попала под дождь, промокла. Сейчас надо... Как выходишь, зонтик брать, если пешком. А я что-то не привыкла зонтик брать, так и не взяла. Мы с Дашкой пошли. У нее капюшон, у меня нет. Промокла. В общем, такая погода, что... Охота жрать... И спать. Нифига не делать. Темно, сегодня чуть солнце даже нету. Мне моя подруга по ютубу, Галя, выслала посылку. Канал Галина Малина. Подписывайтесь. Кто не подписан... Галинке. Советую. Вот, короче, она в Ухте живет, а выслала мне посылку с грибами. Северными нашими. Как говорится, я же раньше на севере жила. Буду ждать. Там еще... Она мне вчера чек... Ой, это за вчера чек высылала такая. Смотрю. Три с половиной килограмма посылка. Я говорю, ты что там наложила? А, блин... Даши... Дашуньки, говорит, там что-то вкусняшек, короче. Я говорю, ну нифига ты, блин, посылочку. Большую какую. А я ей... Своих злюбов хочу отправить мед. Этот... Наш башкирский мед. Он уже ценится очень. Ну, тоже там что-нибудь еще. Посмотрю. Как-нибудь вкусняшек наложу. В общем, обмениваемся посылками. Знаете, как прикольно. Вот... Если вот кто-то живет там в другой стране, да? Вот так вот по ютубу. Друг другу присылать. Вообще прикольно. Я даже знаю, что некоторые блогеры... Делали такой... Как бы отправляли такие посылки. Там продукты какие-то. Например, кто-то живет там в Казахстане. Кто-то... Ну, там в России, как говорится, у нас. И они там казахстанские продукты, которых нету как бы... Ну, на полках, как говорится, в магазинах. Отправляли, например, в Россию. А те отправляли в Казахстан. Продукты, которых у них нету, в общем. Ну, и потом снимали на видео все это. Очень даже так это прикольненько, да? Интересно. Там какие-то вкусняшки, колбасы отправляли. Ну, вот такое... Консервы какие-то вот такие интересные. Прикольный такой сыр. С жареными грибами, блин. Просто с грибами я сыр знаю, ела. А вот с жареными именно. Наложила себе кучу. Голодная пришла. Мамы чай попили. В общем, вот так познакомишься, да? С человеком. Я даже никогда не думала, что можно в Ютубе так познакомиться, как бы, и дружить. Я тоже знаю, на севере люди добрые все. В основном, отживчивые. В общем... А, я хотел рассказать. Мы... Мы же летом ездили в аквапарк. Получается. Дашка просилась. В Уфе... В Уфе есть аквапарк. Сначала вообще хотели в Казань ехать. Ну, так как далеко дорога... Ну, там классно Ривера. Конечно, аквапарк. Очень хвалят его. Самый большой. Один из больших в России аквапарков. Ну, вот. Ну, далеко не поехали. Короче, решили повезти вот детей в этот Уфу, в Уфимский аквапарк. Он находится там в большом торговом центре. Дашка впервые. Я тоже вообще никогда не была в аквапарке, блин. Сын был. И там он был, и в Уфе был, и в Турции был. С мамой. Еще и брат поехал со своей дочкой. В общем, всей толпой мы поехали. Мне, конечно, очень понравилось там. Офка. Прикольно. Ну, из минусов, наверное, скажу, что очень дорого. И вот, если кто в первый раз, например, едет в аквапарк, не берите много времени. Потому что мы взяли вот четыре часа, получается. Нам еще час в подарок дали. То есть, пять часов. Это уже, ну, вообще много. Некоторые люди там берут вот на целый день аквапарк. Я вот этого не представляю. Там, знаете, уже через три часа-то руки-ноги скукожились уже все вот от воды. Ты же в воде там постоянно. Мы даже вот сколько мы пробыли, где-то, наверное, три с половиной часа мы ушли даже. Мы пять часов этих не были. Ну, там наплавались уже. Ну, что еще не понравилось? Там нет такого бассейна. Как бы есть такие маленькие бассейны. Там детская зона для детей. И волновой бассейн есть. Ну, там не глубоко. Там вот, я не знаю, вот до сюда. То, что вот так. И такой маленький, как бы маленький. Нет такого большого бассейна, чтобы поплавать. А так вот развлекухи. Там гидромассажи, короче, прям внутри. И прикольно было. Мне понравилось там. Заходишь в бассейн. Там такой, как типа гидромассаж. Такие лежаки в воде. Ей бурлят. Лежишь там. Массаж полностью тебе делают. Вообще кайф. Прикольно. И прям такой, знаете, как бар на воде. Короче, прям подплываешь. Там стулья под водой эти, как их барные такие. Стойка. Делают коктейли тебе всякие. Ну, вот с Дашкой там смузи я пила. Интересно, так сидишь в воде. Пьешь смузи. Считай, сын был мой. Ну, сын у меня, вот что, и дочка была. И брат со своими детьми. Он тоже сына брал взрослого. Короче, пошла я на горку кататься. Первый раз. Я вообще на горках этих я боюсь. На первую я прокатилась. Там какая-то называется анаконда. Там просто труба большая. А мужики, по-моему, этот. Что-то по другой горке. Пипец, короче. Лечу я в этой горе. Дыре блин. С этой горы. Страшно вообще. Там тебя вот так вот колбасит внутри. Ну, то есть едешь, там же еще темно. Вообще, не понимаешь, короче, куда ты летишь. Не знаю, мне как-то вот жутковато прямо было. Муж у меня на камикадзе скатился. Тоже, говорит, капец там вот так вот. Она быстро. Ну, то есть уклон такой у нее большой. Выпрыгиваешь оттуда уж. Ну, она такая вот немножко поднятая, как с трамплиночка такого. Я на такую не пошла, в общем. И не понравилось то, что ты вот это вот как из трубы это вылетаешь, блин, в этот бассейн. Не поймешь, где вверх, где потолок, где, блин, пол, как говорится. Они меня потом уговаривали смыться в унитаз, короче. Там гора была такая какая-то. Катишься и внутри... Ой, внизу потом уже такая вот как унитаз. Такой внизу крутишься, крутишься и в дырку падаешь. Как какашум, блин, какой-то. Я пошла в груне. Потом два раза вот на плюшке пошла кататься на этом круге. Тоже там быстро с такой скоростью еще и летишь. Скатилась, короче. С этой трубы вылетают с плюшкой вместе с этой. Она у меня в воде переворачивается на меня сверху. Я, король, это, ну, чуть-чуть меня не потопило. Там, блин, волос, все мокрое. Там хлопки, конечно, добавляют много они. Но дети, конечно, вот детям в восторге. Они там вообще выходить оттуда не хотели. Мне кажется, они бы с утра до ночи там плескались. Плескались. Ну, не знаю. Я, говорю, скатилась пару раз. И все, говорю, больше не это боюсь. Там страшно. Они меня же там уговаривали, говорю. В других городах, говорю, не. Я не знаю. Раньше я вообще ничего не боялась. Ну, когда помоложе была. Я всегда, вы знаете, какие-то сумасшедшие аттракционы могла покататься. Какие-то там. Мне вообще не страшно было. Не боялась ничего. А сейчас, похоже, знаете, как это с возрастом уже цепляешься за жизнь, боишься всего. Даже на колесе обозрения мне уже жутковато, блин, становится. Не то, что с этой горы какой-то лететь, блин. Съездили, накупались. Ой, вообще. Ну, я говорю, дорого. Потом хлорка. И вот то, что бассейна там плавать именно нет. Цена, конечно, это получается мы... Ну, трое взрослых. Мне сын взрослый. Дашка. Или замут. Где-то шесть с половиной тысяч отдал. За поход только зайти туда. Ну, там внутри еще коктейли покупали. Там, конечно, все дорого. Вообще пипец. Какой-то коктейль там что-то стоит. Тот рис рублей в стаканчик стоит. Вообще капец. Ммм. Сегодня пятница, все, наверное, тусуются. А мы вчера уже с мужем посидела, выпила этого. Агидельчика. Что-то я, короче, с голодухи наложила. Походу не даем. Так что берегите себя. Не простывайте пить, хочу я. Не простывайте. Ну, конечно, осенью тяжело прожить без простуды. Сейчас заходила в монетку, купила напиток себе. Типа, типа черри-кола. Такая вот. По скидке был 24 рубля. Сейчас попробуем. Попробуем, попробуем. Так настроение, ничего. Тихоньку. Потом расскажу, что мы купили. Вкусненький. Она елась, натрескалась я с вами. У меня аж глаза щипет. От пузырьков. Ладненько. Всем спасибо, кто со мной был. Кто со мной кушал. До скорой встречи, надеюсь, не буду пропадать. Ну, на недельку пропадаю. Ну, на больше не буду пропадать. Ладненько. Всем пока-пока. Целую всех. Обнимаю. Пока.